Здравствуйте! В эфире служба новостей «Город» в студии Мария Лукьянова. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях четверга, 18 мая. Смотрите в ближайшие минуты. Стопором на перевес. Чем закончился конфликт на одной из автозаправочных станций города? Неграмма металла и монолитный корпус из стеклопластика. В честь дня рождения Балтийского флота калининградцы смогли подняться на палубу уникального судна. Чем пахнет янтарь? Теперь вкус Балтийского самоцвета без труда определяют четвероногие пограничники. В погоне на Советском проспекте инспекторы ДПС задержали двоих мужчин, уходивших от преследования в состоянии алкогольного опьянения. Решим квартирный вопрос. Местные власти выделили 65 миллионов рублей для поддержки молодых семей. И главной теме. С топором на перевес накануне посетители одной из городских ЭЗС могли наблюдать шокирующую картину. Мужчина средних лет сначала ударил топором автомобиль, а потом и его владельца. Партнер рубрики «Тема дня», сеть магазинов обуви для всей семьи, «Каприз» и «Каприз Кало». По словам очевидцев, между двумя посетителями заправки возник конфликт. Выяснения отношений продолжились на улице. Представители ЭЗС, на которой случилось происшествие, отказываются комментировать ситуацию. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Первый городской. Вчера утром на вашей заправке произошел инцидент. Один посетитель ударил топором другого и повредил ему автомобиль. А вы можете это прокомментировать? Нет, не могу прокомментировать ничего. Очевидцы происшествия сразу обратились за помощью. Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место в течение нескольких минут и застал всех участников конфликта. По Калининградской области поступила информация о том, что на автозаправочной станции «Сургутнефтегаз» по улице Александра Невского мужчина топором повредил автомобиль. На место незамедлительно выехал экипаж вневедомственной охраны. Там задержали мужчину, который, по словам очевидцев, нанес удары топором по автомобилю. А затем нанес этим же топором удар по голове владельцу поврежденного автомобиля. Пострадавший находится в сознании. В настоящее время подозреваемый доставлен в УМВД России по Калининградской области. Будет ли возбуждено уголовное дело, на данный момент неизвестно. Партнер рубрики «Тема дня» – сеть магазинов обуви для всей семьи «Каприз» и «Каприз Кало». И к другим темам. Мост пешеходам и три смены рабочим. За проблему с транспортным сообщением острова взялся в Рио губернатора Калининградской области. Антон Алиханов поручил отремонтировать мост высокий до конца лета, а деревянный запретил закрывать для пешеходов. Чтобы успеть срок, он порегомендовал подрядчику перейти на трехсменный режим работы. А те, кто чинит мост деревянный, будут вносить в проект изменения. Пешеходную часть решено оставить открытой. Это проще, чем сооружать понтонный мост. Глава региона Антон Алиханов раскритиковал и новую схему движения через вторую эстакаду. Здесь конец географии и непонятно, куда поворачивать. Без смекалки сильно не разберешься. Доехал до конца, написан объезд. Тут же солнечный бульвар виден на горизонте. Но вы здесь-то поставьте знак «объезд», чтобы люди могли понять. Тем, кто ездит на общественном транспорте, оставили только маршрутку номер 95, что оказалось неудобно для льготников. Власти города пытались договориться о скидках для школьников, но после критики подумали и о пенсионерах. С четверга администрация Калининграда решила запустить на остров автобусный маршрут номер 45. И четыре базика. Все льготники, которые пользуются у нас в городе льготным признанным бредом, будут иметь право пользоваться данным маршрутом. Автобусы идут по круговому маршруту. С острова по второму эстакадному мосту на площадь Василевского, Центральный рынок, Площадь Победы, Ленинский проспект, Площадь Калинина. И снова нашествие майских жуков. На этот раз массовое скопление насекомых можно увидеть не на побережье, а на федеральной автомобильной трассе Калининград-Чернышевская. Жуки заполонили автозаправочные станции и досаждают водителям. О других не менее интересных новостях далее короткой строкой. Партнер рубрики короткой строкой магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». В Калининграде появится еще одна велодорожка. Теперь на Гвардейском проспекте любители экологичного транспорта смогут ездить по своей полосе. Работы по ремонту тротуара и установке дорожки уже начались и окончатся в конце июля этого года. Это уже будет третья велодорожка в Калининграде. Остановки нет. Общественный транспорт Калининграда не сможет притормозить у кинотеатра «Заря». Причина – ремонт дома номер 49-51 на проспекте Мира. Ровно на месяц 29 мая по 29 июня остановку перенесут к дому номер 53А. Месяц до Кубка Конфедерации. 18 мая школьники, молодежная сборная «Балтики» и ветераны клуба «Лид» провели товарищеские матчи на стадионе школы номер 31. Тем самым поддержали всероссийскую акцию «Футбольный урок» на встречу Кубку Конфедерации. В Калининград приедет «Ленфильм». В городе планируют открыть филиал старейшей киностудии России. Соглашение о сотрудничестве с регионом подпишут уже этим летом. Открытие новой студии даст толчок к развитию киноиндустрии в области и стимулирует образование в сфере кино. Самый обаятельный холостяк, талантливый представитель хип-хоп и рэп-культуры Егор Крид 20 мая во второй раз приедет со своим сольным концертом в Светлогорск. Ровно в 19 часов артист выйдет на сцену театра эстрады «Янтарь-холл» и исполнит как полюбившиеся хиты, так и новые композиции. Партнер рубрики короткой строкой, магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». Дымно, шумно и под музыку. Балтийский флот принимает поздравления. Старейшее в России военно-морское объединение сегодня отмечает 314-ю годовщину. Торжество провели по военному с плацпарадом и показательным рукопашным боем. А гостей праздника пустили на палубы кораблей будущего. Цветы к ногам основателя. В этот день, 314 лет назад, Петр I с полками на шлюпках захватил два шведских парусных корабля. С этой даты и ведет свою историю Балтийский флот. Самый западный город России, Балтийск, сегодня принимает торжественный парад. По площади маршем идут морпехи, военнослужащие надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров, соединений десантных кораблей, а также офицеры военно-морской базы. Ура! Владимир Дупин начал свою карьеру в городе Балтийске в далеком 1963 году. Это была золотая эпоха Балтфлота, вспоминает ветеран. Ему он отдал 33 календарных года своей жизни. Уволился в запас в звании капитана первого ранга. Ныне, конечно, немножко все сузилось. И для нас, ветеранов, конечно, немножко обидно, что мы сейчас в таком состоянии. Но флот сейчас находится на подъеме. Наш новый командующий докладывает. Мы верим ему, мы надеемся, что наше дело, которое мы начали, продолжится достаточно серьезно, достаточно перспективно. Командование настроено сделать Балтийский флот одним из самых современных по техническому составу. В этом году на вооружение поступит новейший ракетный корабль, пять новых судов обеспечения и самолеты Су-30СМ. За три века было много и победы в войнах, и подтопления у берегов Японии, и даже открытия Антарктиды. И сегодня Балтфлоту есть чем похвастаться. Это новейший тральщик Александр Обухов. 60-метровое судно полностью отлито из стеклопластика. Неграмма металла и монолитный корпус в Балтфлоте рассказывают, это единственный великан среди военных кораблей. Технология позволяет снизить его массу, но при этом увеличить устойчивость и срок службы. А из-за того, что магнитное поле судна меньше, поиск мин стал безопаснее. Конструировали судно с расчетом на будущее, и оно уже оснащено новейшей техникой. Флот находится в постоянной боевой готовности, и постоянно мероприятия учебные, учебно-боевые, мы практически проводим непрерывно. Добавили огоньку празднику военнослужащие десантно-штурмового подразделения морской пехоты. Условный противник уже напуган, но даже бегством спастись не успевает. Террористов сравняли с землей. Те, с кем шутки плохи, смеются. Такие выступления для них даже не разминка. Главное определиться, кто из роты в этот раз возьмет на себя роль поверженных. Кто проиграет, вытянул, орел или решка кинули, все, он проиграл. Один проиграет, другой должен побеждать. Мы на показательных выступления, мы балуемся. Мальчишки – самые благодарные зрители праздничного парада. Вопрос о кем быть перед ними уже не стоит. Только служить и только на флот. Они хорошо представляют себе, какая сила стоит на страже родных берегов. Флот наш большой очень, и мы сможем защитить себя. Основал в Розе Петр Первый, он самый жадный во всей России. Больше всего понравилось, когда выезжали солдаты на ПТН. Гостей праздника удивляли техникой и технологиями, а угощали по традиции солдатской кашей. Когда отгремят праздничные фанфары, начнутся летние учения. Корабли Балтийского флота отправятся в походы в районы Средиземноморья, Индийского океана и Арктики. Катерина Бринюк, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, Город. Смотрите во второй части нашего выпуска. Погоня на Советском проспекте. Инспекторы ДПС задержали двоих мужчин, уходивших от преследования в состоянии алкогольного опьянения. Чем пахнет янтарь? Теперь вкус балтийского самоцвета без труда определяют четвероногие пограничники. Решим квартирный вопрос. Местные власти выделили 65 миллионов рублей для поддержки молодых семей. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире Служба новостей, Город. И мы продолжаем. Вот так находка. Сотрудники ГИБДД задержали Калининградца со свертком амфетамина, который он якобы нашел. По словам 35-летнего мужчины, наркотики он подобрал возле входа на территорию одного из городских рынков. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до трех лет. Эфир продолжит новости с места происшествия. Накануне инспекторы ДПС задержали двоих мужчин, уходивших от преследования в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел на Советском проспекте. Известно, что водителя остановленного автомобиля ранее уже задерживали за вождение в нетрезвом состоянии. Ему грозит лишение прав на три года до двух лет лишения свободы и штраф от 200 до 300 тысяч рублей. На текущий момент на территории города Калининграда по вине нетрезвых водителей произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 10 получили ранения. В четверг на улице 9 апреля загорелся грузовик. Об этом стало известно и социальной сети ВКонтакте. Очевидцы искали владельца легкового автомобиля, стоявшего рядом с горящей машиной. Пострадавших нет, причина возгорания неизвестна. Сегодня в разгар рабочего дня с парковки одного из торговых центров города украли велосипед. Об этом владелец транспорта также сообщил в социальной сети. По словам пострадавшего, воры срезали замок и угнали его велосипед, быстро не вызвав подозрений у охраны. На русско-польской границе задержали француза. 45-летний иностранец делал зарядку в районе границы, не заметив информационных таблиц. Здоровый образ жизни обошелся спортсмену в 100 злотых. Янтарь по запаху смогут находить собаки, служащие на границе. Калининградские специалисты-кинологи впервые опробовали препарат, не имеющий аналогов в мире. После таких тренировок пес сможет безошибочно определить, настоящий это камень или подделка. На соревнованиях мохнатые стражи границы показали, чей нос лучше. Что для хозяина испытания, для служебной собаки очередная игра. Старший инструктор Виталий и немецкая овчарка Долорес показали, что лучше других могут идти по следу, задерживать, охранять и конвоировать нарушителя границы. Выступила достойно, я так могу сказать. Была очень хорошая конкуренция. Составили парня с собаками. Отработали все неплохо. Есть минусы и недочеты, над которыми каждый год приходится работать и работать. Разные создаются условия для работы с собакой. Особая номинация – поезд наркотиков, взрывчатки и оружие. На этих соревнованиях впервые представлен и янтарь. Янтарь является стратегическим сырьем и задача стоит задерживать янтарь-сырец. На сегодняшний день ни методик не было, ни материалов не было, но задача стоит. Поэтому нами разработана методика и, соответственно, материал. Калининградские изобретатели создали специальный реквизит для тренировки служебных собак. По запаху он в точь-в-точь, как балтийский самоцвет, только в 10 раз сильнее, а значит, кинологам будет проще работать. Патент изобретения российский. Порошок достаточно дорогой, но все же дешевле, собственно, янтаря сырца. Это достаточно эксклюзивные вещи. Методика заключается в том, что собака должна быстро, четко обнаруживать янтарь, в отличие от других веществ. Если границу пересекает какой-то транспорт или человек везет янтарь, в продуктах, все, то собака должна дифференцировать в этих этапах, в отличие от остальных посторонних заборов. А значит, к антрабандисту с янтарем больше не пройти. В общекомандном зачете с небольшим отрывом победила команда специалистов из Советска. Поддержим ипотечников, реконструируем медсанчасти, решим квартирный вопрос молодых семей. Подробнее об этом и не только расскажет Дарья Веклич. Эфир продолжит рубрика «Бизнес новости». Партнер рубрики «Бизнес новости» – квартал на улице Солнечной в Светлогорске. Здравствуйте и к мировым событиям. США не будет чинить препятствия Ирану в экспорте нефти. Дональд Трамп официально заявил, что страна не нуждается в импорте нефти из Ирана. Тем самым Штаты продолжают режим снятия санкций против Исламской республики согласно ядерной сделке. При этом санкции по ракетной программе, правам человека и о подозрении в том, что Тегеран спонсирует терроризм США сохраняют. А в России Центробанк выявил нарушения при продаже электронных ОСАГО. Причина в специальных настройках сервисов страховщиков. В связи с этим обнаружено много технологических нарушений, из-за которых нельзя легко купить электронный полис ОСАГО на сайте компании. Также страховщики принимали оплату только определенными платежными способами. ЦБ направил предписание об устранении данных нарушений. Возможны новые условия. Министерство финансов рассмотрит поддержку ипотечников под новым углом. На этот раз Минфин планирует поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации из-за ипотечных кредитов. Напомним, госпрограмма действует до 31 мая, и вопросы ее продления, а также предложения по новой системе поддержки направлены в правительство для рассмотрения и принятия решения. И о событиях в регионе. Реконструкцию медсанчасти номер один профинансирует нефтяная компания. Она готова выплатить 150 миллионов рублей на социальные объекты региона. К примеру, для бывшей медсанчасти планируется покупка нового оборудования и реконструкция часть денег будет направлена на благоустройство дворов в муниципалитетах. Решим квартирный вопрос. Правительство Калининградской области выделило более 65 миллионов рублей на программу «Молодая семья». Деньги получат 20 муниципальных образований. Претендуют на субсидии молодые семьи, включенные в список программы на приобретение или строительство жилья. На этом все. Будьте в курсе самых заметных бизнес-новостей вместе с Первым городским. С вами была Дарья Веклич. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – квартал на улице Солнечной в Светлогорске. Что радует и поднимает настроение калининградцам, узнавал наш специальный корреспондент Андрей Павлов. Всем привет! Меня зовут Андрей Павлов. И сегодня я приехал в кинотеатр «Заря» узнать, какие хорошие новости есть у калининградцев. Давайте спросим. Здравствуйте! Поделись, пожалуйста, вашими хорошими новостями. Вот купила себе красивый тупик. Очень рада. Надо готовиться к лету, скоро отпуск. Дочери еду, гости. Ну, все замечательно и здорово. Поделитесь, пожалуйста, вашими хорошими новостями. Отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость. А так, в принципе, жизнь хороша, погода хорошая. Лето скоро. На выходные к морю. Я думаю, весь город поедет к морю, наконец-то, на выходные. И самая лучшая новость – то, что я в отпуске. Вот, пожалуй, все. Поделитесь, пожалуйста, вашими хорошими новостями. Поделитесь своими хорошими новостями. Здравствуйте, я приехала в гости сегодня из Смоленской области к своей дочке Все замечательно, я в восторге, мне очень нравится Вот, отдохнула И сегодня у меня день рождения, это хорошая новость Не только отличная погода радует сегодня калининградцев А с вами была рубрика «Хороших новостей» и я, Андрей Павлов Увидимся завтра на юбилейном мосту Всем пока! 30 рублей и 75 копеек за один белорусский рубль Какие курсы иностранных валют по отношению к рублю установил Центробанк на пятницу? Расскажем далее Курсы валют на 19 мая Доллар США 57 рублей 47 копеек Евро 63 рубля 99 копеек Польский золотый 15 рублей 16 копеек О погоде на завтра расскажет наша ведущая Ольга Понасюк Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф Здравствуйте! Сегодня 18 мая – день арены рассадницы В этот день крестьяне начинали посадку огурцов и капусты Однако существовало поверье, согласно которому во время этого процесса нельзя употреблять хлеб В противном случае куру выклюют весь имеющийся урожай Также обращали внимание и на природу Если идет дождь, то погода ожидается неблагоприятная От народных примет перейдем к прогнозам синоптиков На пятницу – 19 мая Днем в Калининграде плюс 23, погода ясная Вечером плюс 19, без осадков Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду Всем хорошего настроения и увидимся на Первом городском Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф На этом наш выпуск завершен Если и вам есть что рассказать городу, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085 А в студии с вами была Мария Лукьянова До встречи в эфире и хороших вам новостей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова